Следующая точка называется 10 под ниш. Для чего нужно прохождение этой точки? Если вы уже определились со своей нишей и вы уже поняли в какую область вы собираетесь двигаться своего стартапа, в какой области бизнеса, в какой области рынка вы собираетесь сделать свой стартап. Но не определились с поднишей, то есть не определились с нюансом. Следующее упражнение 10 под ниш. Это для того, чтобы определиться уже конкретно с поднишей в своей нише. Что для этого нужно сделать? Нужно скопировать к себе на подстраничку своего стартапа шаблон номер 3 и заполнить его. Что представляет из себя шаблон номер 3? Шаблон номер 3 представляет из себя 10 под ниш. Заполнение 10 под ниш. И заполняя 10 под ниш, вы заполняете следующее. Вы определяете эту под нишу, под нишу номер 1, что она может быть. Заходите и ищите сайт конкурента. Сайт конкурента, который находится в этой поднише. Вы заходите на сайт конкурента и отмечаете для себя сильные стороны этого конкурента. И записываете их. И записываете слабые стороны сайта. Слабые стороны его сайта. После чего находите второй сайт конкурента, первый под ниши. И записываете сильные идеи конкурента и слабые стороны сайта. После чего также делаете с третьим сайтом конкурента. Что в этот момент происходит? Зачем нужно прохождение этой точки? Часто ниша, во-первых, вы для себя понимаете, насколько уникальна та или иная подниша, которую вы придумали Насколько она существует на сегодняшний день на рынке Насколько, какой способ продвижения используют конкуренты И анализ слабых сторон сайта, конкурентов, дает вам возможность понять, как вам делать, на что делать упор вам в создании своего сайта, своего лейтинга 10 подниш нужно для того, чтобы быть абсолютно уверенным в том, чтобы вы просмотрели все подниши, которые могут быть И я вас заверяю в том, что при выполнении этого упражнения у вас появится колоссальное количество идей, мыслей, инсайтов и понимания про свою поднишу Возможно, что анализируя сайты конкурентов, у вас придет понимание, какого чего нет Или в чем слабы конкуренты, или где и каким образом можно прораскочить или вставить свою поднишу Итак Прохождение точки, которое называется 10 подниш Вы ставите себе нолик, если уже определились со своей поднишей И прохождение данной точки является для вас избыточным или бессмысленным действием Один крестик, если скопировали к себе шаблон и приступили к заполнению Два крестика, если заполнили шаблон Шенон-3 И три крестика, если заполнили и определились с поднишей, которая будет основой для вашего стартапа На этом этапе прохождения точек вы должны определиться со своей нишей и поднишей своего стартапа Если на момент входа в сибирскую артерию вы еще не определились и не сделали этого Вопросы? 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 Вопросы?